Привет! С пятницей вас! Сегодня видео для продавцов. Хотите знать, как быстрее продать ваш дом и при этом получить как можно больше денег? Смотрите дальше. Привет! Меня зовут Нара, я риэлтор, вот уже 15 лет работаю в Северной Виджинии, в Америке, продаю и помогаю людям продавать и покупать дома. И в моей серии на ютюбе я помогаю, рассказываю и делюсь своим опытом, который вот уже накопила. В предыдущих видео я рассказала немножко, начала рассказывать о том, с чего начинать, когда вы хотите покупать дом, что влияет на цену дома и так далее. Сегодня я бы хотела акцентировать внимание на теме о продаже дома. Если вы хотите продать дом, ну или сдать в аренду хорошим людям свой дом, он у вас уже есть и вы хотите его продать или сдать в аренду. Что нужно для этого сделать? Ну, в первую очередь нужно подготовить этот дом, как бы говорят, что нужно пригласить агента, чтобы он вам конкретно сказал, прошелся и конкретно вам сказал, что нужно сделать. Это все хорошо, но прежде чем вы будете приглашать агента, который вам уже будет более конкретно говорить о вашем доме, вы хотя бы можете начать с таких общих вещей, которые я сегодня вам расскажу. Всегда помните в первую очередь, что покупка дома это эмоциональное решение, поэтому когда люди приходят и смотрят на ваш дом, нужно чтобы они в него влюбились, потому что решение о покупке недвижимости это в первую очередь эмоциональное решение, то есть всегда об этом помните. Ну что ж, давайте начнем. Но самое первое, что вам нужно сделать, это посмотреть на ваш дом извне, то есть снаружи. Очень много бывает случаев, когда мы показываем дома, мы ездим, мы подъезжаем к дому, и, допустим, видно со стороны, уже подъехав к дому, мы видим, что он неухожен, что там может быть мусор, может быть дверь обшарпанная, поцарапанная, все рамы оконные облупленные, и тогда мои клиенты в большинстве случаев даже внутренне заходить не хотят, потому что они понимают, что если дом не ухожен снаружи, то, конечно, стопроцентно он не ухожен изнутри, и покупатели не хотят заморачиваться на дом, на который им нужно будет еще вкладывать и вкладывать и вкладывать. Поэтому посмотрите, обязательно освежите краску входной двери, даже если вы видите и думаете, что она в хорошем состоянии, но если ей больше года, она, скорее всего, выцвела, обязательно ее освежите. Причем не красьте любым цветом, узнайте в HOA какие цвета вам разрешены на покраску входной двери, или просто красьте тем же цветом, который у вас уже есть. Но свежая краска, она очень сильно вам поможет. Посмотрите на все, что все деревянная отделка дома, то есть это рамы, это подкрыши, вот эти все отделки, все посмотрите, чтобы ничего не гнило, чтобы везде была краска свежая, чтобы все было заделано, ну не шпаклевкой, а как вот знаете, кок называется, да, где водонепроницаемая силиконовая вот эта жидкость, которая защищает ваш дом от влажности, это все должно быть заделано, чтобы щелей не было нигде. Во-первых, это и вам самим это нужно делать, в принципе, да, но если этого нет, то для покупателя уж постарайтесь, сделайте. Это принесет вам денежку, это даже принесет вам больше, чем вы в это вложите. Это на самом деле не так дорого. Освежите вашу траву, траву почистите от листьев всевозможного мусора, обязательно, если трава растет, обязательно содержите ее в хорошем состоянии, косите, когда нужно, не забрасывайте это, потому что опять-таки это говорит о том, насколько ухожен ваш дом. И посадите какие-то красивые цветочки, если у вас их еще нет, какое-то разнообразное цветение или даже просто в корзинках поставьте перед входной дверью, скажем, две корзинки или одна корзинка с красивым цветением, да, чтобы в глаз падал. Обязательно посмотрите на все лампочки, чтобы все работало, чтобы не было никаких лампочек, которые не работают. То есть все это оцените, как будто вы первый раз видите этот дом и посмотрите так критично. Ну что ж, входим и смотрим. Дома, где фурнитура на дверях и люстры и светильники имеют желтый какой-то металл, всегда это желтый металл старит. И всегда немножко отталкивающее впечатление, когда человек заходит и видит желтый металл, скажем, в дверных ручках или в люстрах или в светильниках. Поменяйте. Это опять-таки не так дорого, но поменяет весь амбианс, весь вид. На кухне то же самое. Посмотрите, иногда даже не нужно менять кухню, достаточно поменять фурнитуру на шкафчиках, сразу меняется вид. Обязательно уберите на кухне столешницы с кухонной, с countertops, да, уберите все лишнее. Если вы не можете жить без кофе, оставьте кофеварку, но все остальное, вот честно, должно просто вот куда-то быть спрятано и убрано в шкафчике. С холодильника все магнитики, все что там, все стеночки холодильника и крышка холодильника должны быть чистыми. Ничего там не должно быть. Начинайте паковаться, вы собираетесь переезжать, поэтому вы можете уже в принципе складывать вещи в коробки и убирать их куда-то в гараж или в бейсмент или где у вас можно хранить сторидж рум, чтобы все это не было на виду. Со стен убирайте фотографии, минимизируйте стены, то есть, ну хорошо, не надо их оставлять совершенно пустыми, но минимизируйте. Оставьте картины, может быть, где-то с природой, но уберите все, что связывает этот дом с вашей семьей. То есть все фотографии ваши личные убирайте. Это важно не потому, что какие-то неприятные ощущения будут или что-то. Нет, это важно для того, чтобы ваш потенциальный покупатель смог прийти и представить свою семью в этом доме. И когда люди видят вашу семью на этих стенах, на этих фотографиях, им это труднее сделать. Поэтому просто убирайте, оставьте что-то нейтральное и опять-таки минимизируйте. Когда человек заходит в дом, в первую очередь они представляют свою мебель, свои вещи, себя в этом доме. Они хотят посмотреть дизайн этого дома, как построен дом, этот стены, откуда какая комната куда идет. И когда дом захламлен, в том числе и фотографиями на стенах, картинами и всяческой разной мебелью, которой вы может быть пользуетесь, но если это все мешает воображению вашего потенциального покупателя, это проблема. Убирайте. Начинайте паковаться, распродавайте или что вы будете делать, но минимизируйте количество мебели в комнатах. Только все необходимое оставляйте и все остальное убирайте. И еще одна вещь, которую вы можете сделать, которая вам принесет больше денег на самом деле, чем вы в него вложите, это покраска стен. Освежите стены, покрасьте. Потому что если вашим стенам больше двух-трех лет они не крашены и вы в этом доме живете и они могут где-то показывать какие-то царапины, помарки и так далее, вам это может казаться не таким большим, не такой большой проблемой. Покупателю это будет проблема, потому что они всегда будут хотеть ничего не делать после переезда. Поэтому покрасьте. Не нужно думать о том, что вы можете это сделать после того, как вы съедете, но перед тем, как покупатель заедет. Потому что покупатели хотят видеть тот дом, в который они хотят въехать. И когда вы им говорите, мы почистим ковролан, мы покрасим, когда мы освободим дом, дом будет пустой, им трудно вообразить, как это все будет выглядеть. Они хотят видеть то, что будет уже перед своими глазами, уже все в чистом виде. Ну и я сказала про ковролан. Если есть ковролан, нужно его почистить обязательно, потому что все вот эти пятна на ковролане, а если он старенький, то имеет смысл и поменять. И опять-таки логика такая. Покупатели хотят, они вкладывают очень большие деньги в то, чтобы получить моргидж. Им эти closing costs высокие. Они, как правило, выкладывают сюда последнего, чтобы купить недвижимость. И меньше всего хотят тратить на ремонт дома сразу после того, как они в него въедут. Поэтому меньше всего они хотят вкладываться в ковроланы, в стены. Если будут стоять два дома на рынке, один освежен и другой нет, всегда свежий уйдет первым и за больше денег. Вот. Ну, в общем-то, вот эти вещи вы можете сделать в первую очередь. Они вам помогут и получить побольше денег за ваш дом, но и продастся он быстрее, когда вот эти вот основные вещи сделаны. Ну а дальше уже по конкретике, конечно, вы можете приглашать агента, и уже агент вам может увидеть какие-то вещи, которые вам не может быть не видно. Почему мы и работаем агентами и неплохо зарабатываем, потому что мы видим вещи, которые многие люди могут просто не видеть, как одной из наших услуг, как одна из наших услуг, одна из многих. Поэтому приглашайте, конечно, агента и разговаривайте, и они вам, хороший агент вам всегда подскажут, что еще вы можете сделать, чтобы максимизировать отдачу от продажи этого дома. А если у вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь в любое время, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Если вам нужна такая консультация, вы живете в Северной Вирджинии, я с удовольствием приеду вам, посмотрю, расскажу и покажу. Ну и если вам эти видео нравятся, пожалуйста, лайкайте, подписывайтесь. Я с удовольствием, я просто вот честно, с удовольствием выкладываю вот эти видео каждую пятницу, и всегда ищу интересные вопросы, на которые можно ответить. И буду с вами откровенна, мне настолько больше нравится рассказывать об этом на русском языке, чем на английском, что я просто вот получаю кайф, когда я записываю эти видео. Я надеюсь, что вам это передается, я надеюсь, что вам эти видео нравятся, и я надеюсь, что эти видео для вас самое главное полезны. Приходите, смотрите, каждую пятницу буду выставлять новые и новые видео, обещаю. Ну что ж, пока, хороших вам выходных, до следующей пятницы!